Итак, друзья, начинаем писать сайт. Для начала давайте определимся с названием проекта. Назовем его «Практика Джанго». Версию не будем. Мы будем на 4 сейчас писать «Джанго 4». Возможно, потом обновите на 5. Поэтому просто напишем «Практика Джанго». Это важно определиться. Сейчас поймете, почему. Первым делом нам надо создать виртуальное окружение. Да, отвлекусь. Уроки находятся на сайте spb-retout.ru раздел «Джанго», «Уроки». И можно сразу перейти, например, в сайтах. Так что вот здесь меню. И вот здесь выбирается меню. Поехали. На YouTube, как вы видите, есть канал. Сначала будем несколько уроков делать. Потом будут обзоры, а уроки сами... То есть то, что мы делаем в коде, а уроки сами будут на сайте. Итак, поехали. Открываем. Консоль. Терминал. И первым делом нам надо, что сделать? Виртуальное окружение. Ребят, виртуальное окружение всегда делать, как я говорил, по названию проекта. Просто добавляя ENV. Так как виртуальных окружений у вас будет много. Чтобы вы не путались и потом не подставляли в голове, что к чему относится. Поэтому делайте так. Так, виртуальное окружение, как его подробно ставить, оно есть в школе. Разделе подготовка. Поэтому для участников школы я именно, если подзабыли, да. Мы ставили с вами две библиотеки. Почему это удобно? Потому что все виртуальные окружения наши будут ставиться именно в одну директорию ENV. И можно вызывать с любого места командной строки. Это я для повторения. Поэтому я сразу его просто делаю. Вот у меня есть заготовка. Чтобы не набирать. Джанго практика. Поэтому, что я делаю? Я делаю виртуальное окружение. Просто вставляю и нажимаю ENTER. Виртуальное окружение... Ой, надо его удалить, потому что мы не сделали очень важную вещь. Чтобы мы не путали. Удалим просто его. Ставим. Для виртуального окружения. Для нас, чтобы было понятно. Добавляем еще ENV. Это будет говорить о том, что это виртуальное окружение к проекту практика Джанго. Виртуальное окружение готово. Вот оно. Все. Теперь давайте поставим необходимые библиотеки. В первую очередь мы поставим следующие библиотеки. Ставим Джанго. Сначала обновляем пип. Предыдущий урок, который я показывал, там мы и пип ставили, но это для участников школы. Пип инсталь. Апгрейд пип. Все, у нас стоит последняя версия. Отлично. Ставим Джанго. Итак, у нас есть несколько вариантов установки. Я ранее говорил, но так как сейчас уже вышел Джанго 4, то он, когда он по умолчанию... В данном случае релиз 4, то можно просто написать пип install джанго. Установится последняя стабильная версия. Давайте попробуем. Проверим. Пип фриз. И мы видим, у нас установились следующие пакеты. Джанго 4 и другие некоторые пакеты. Если бы мы хотели поставить другую версию, абсолютно любую, например, берем Dowland. И ставим версию, захотим 3.2.10. То мы делаем так. Пип install джанго. Как в Python, знак равно, то есть двойное равно 3.2.10. И нажимаем Enter. После этого удалится Джанго 4 и установится 3.2.10. Давайте проверим. Действительно, вот она стоит 3.2.10. Ребят, еще такая рекомендация. У Джанго 3.2, то есть вторая цифра 2 обозначает LTS-версию. Боевые проекты лучше делать на LTS-версиях. 3.2, 4.2. Просто, да, будет проще. Ну, в данном случае у нас Джанго 4, так как в Джанго 4 новое, то, что введено, это добавлена база данных Redis. Иными словами, теперь можно кэш делать Redis. И раньше его использовали, и я использовал. Но сейчас он строит в Джанго. Можно сделать кэш. Ну, много для чего. По сути дела, Redis это база данных, которая может обрабатывать десятки тысяч запросов за короткое время. Ну, до него дойдем, будем кэш делать. Так, мы отгоним назад. Ставит PIP install. Обновить Джанго, да, сейчас просто без ничего. Ага, она у нас правильно умная строка, поэтому... 3, 2, 1... А, нет, на 4. Проверим. Да, Джанго 4, все окей. Все, пока так и оставим. Джанго поставили. Все остальные действия, в принципе, мы можем уже работать с проектом. Давайте уже доставим нужный нам библиотек, который мы будем использовать. А мы будем использовать... Джанго Кристи Форбс. Так как в Джанго 4 нет особых изменений, то я думаю, все библиотеки будут работать, которые работают с 3.2. Единственное, один вопрос. Пока, пока создайте себе... Мы потом будем ввести документацию. А пока создайте файл в себе. И сохраните ссылки, чтобы они у вас потом были. То есть, на каждую библиотеку, желательно сразу, потом вам покажу, делать ссылочку. Все документировать. То есть, я понимаю, все можно посмотреть, но все делайте. У вас должны быть обязательно версии библиотек. Это можно посмотреть пиф-фриз. Это вам будет домашнее задание. Пиф-фриз ввести и вывести. Ну, Джанго, понятно. Поехали дальше. Еще одна библиотека, которая нам понадобится. Давайте сейчас мы сначала их находим. Следующая библиотека, которая нам понадобится. Следующая библиотека, сейчас Джанго 4, начал использовать другую версию, встроенную в Python по времени. Но так как с ней надо чуть... Все привыкли пока с пилов работать. Поэтому пока поставим пилов. А в процессе потом разберемся. Раньше по умолчанию пилов было. Сейчас уже не по умолчанию. Далее. Поставим редактор Джанго Эскай Эдитор. Так, не то. Быстрее найти. Так, нам надо лучше всего... Так, это интеграция. Ладно, пока пусть в скопе поставим. Тут где-то должна быть ссылка на гид. Также нам нужны Джанго-каналы. Джанго уже и так асинхронная. Но это офигенная библиотека. Которая очень круто, очень быстро работает. Вам она точно понравится. Тут вот так вот мы поставим. Все-таки как они рекомендуют. Библиотека авторизации. Чем самому писать. Очень классная библиотека. В Акталии я ее давно использовал. Там есть авторизация через социальные сети. В принципе, все готово. Очень хорошая вещь. Тоже еще одна интересная классная фишка. Сопоставление ключей. Можно было все быстрее поставить. Потом еще я бы хотел, чтобы мы маркдаун поставили. Но это уже в процессе. Еще поставим. Будем использовать, не будем. Поставим сейчас. Это все. Есть Джанго. Только кому-то использовать миксины можно кто-то использует с самой Джанго. А кто-то с Джанго Брэкс. Только это в любом случае одни и те же миксины. Ну, по принципу здесь даже немножко шире. Ну, это уже как удобно. Где-то будем использовать. Это хорошая библиотека. Она, в принципе, и не нужна, если можно использовать то же самое с Джанго. Но кто-то, возможно, привык. Там еще пару картинок. Ну, пока хватит. По сути дела, можно сделать так. Так, допустим, вот взяли мы две библиотеки, да, через пробел. И пока вот две возьмем, да, и нажмем Enter. И видим, стали две. Проверим. И видим версии. Да, вот это нам важно. Начальные, когда на проект, обязательно себе сохраняйте версии начальные. Ну, и так далее, да? Сами пропишите. 5.2.0 Ну, и все остальные установим. Значит, пилол. Джанго Искай Эдитер. Так, эту отдельно поставим. Каналы. Авторизацию. Пробел. Что не поставим, потом доставим. Enter. Так, ну, все стало. Ставим каналы. В принципе, можно проверить все наши библиотеки. У нас то, что мы ставили, все стоит. Вообще, с ПИП покопайтесь, просто наберите ПИП, и там можно посмотреть отдельную библиотеку. Ну, просто, кроме ПИП Фрис, там куча команд. Нам осталось создать проект. Это не закрывайте. Значит, пока нам надо командная строка еще. Создайте директорию. Так, создайте директорию, любую, назовите как хотите, в удобном для вас месте, где вы создадите проект. Откроем в нем терминал. Я говорил, что очень удобно, как мы ставили виртуальное окружение, так как все проверяется командой Workon. Мы видим все виртуальные окружения, и среди них наше виртуальное окружение. Поэтому нам его надо просто ввести. В любом месте, не надо заботиться о пути. Ввели первую букву, если похожих нет, нажали Tab, и все готово. Оно активировалось. Создадим проект в этой директории. Ввсвоей. Django Admin Start Project Наш проект называется «Практики Django». Нажмем Enter. Все, проект работает. Проверим. То есть не работает, создался. После этого можно открыть WS Studio Code. По среде не важно какая. Раньше в школе тоже я использовал пайчаром, но ребята жаловали, что она платная, поэтому для Django очень хорошо. Бесплатная WS Studio Code. Очень классная вещь. Открываем WS Studio Code. Выбираем файл. Открыть папку. Находим папку, где вы сохранили наш проект. Практика Django. Нажимаем ОК. Ждем, когда WS Studio определит. Мы настраивали все, в школе есть, мы настраивали в уроках. Выбираем первым делом наше виртуальное окружение, нажимая вниз. Практика Django.env. Вот она. Теперь при создании терминала у нас сразу активируется наше виртуальное окружение. В следующем видео проверяем здесь Django 4. Пока, чтобы у нас не утерялся тот файл, мы потом создадим проект и перепишем, но пока, чтобы не утерялся, можем от леща сделаем файл, help, help, text, а потом нам не понадобится то, что мы здесь записывали. это можно вбить потом в рекуэр, я это не выговорю слово, короче, по-английски, иными словами, где мы будем указывать, ставить в библиотеке. Поэтому, но сейчас мы для себя, просто-напросто в документации, кроме файлов, сохраняйте себе обязательно, чтобы у вас были ссылки сразу, чтобы вы знали, где что найти, где что подсмотреть, и там будем все и по ходу делать. Пока так. Теперь нам этот файл не надо, его можно закрыть. Итак, проект у нас готов, это хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!